По данным Всемирной организации здравоохранения, только за 2019 год по всему миру на свалках оказались более 53 миллионов тонн бытовой техники и электроники. Примерно столько по подсчетам экспертов весят 350 круизных лайнеров. Повод начать мыслить экологично и сдать свои сломанные гаджеты, мониторы и другие вещи на переработку. Акция «Электровесна» проходит в третий раз. В городе обустраивают несколько приемных пунктов и уже в первые минуты после старта рядом с волонтерами выстраивается очередь. Неравнодушные петербуржцы несут технику и электронику и так вносят свой маленький вклад в защиту окружающей среды. Здесь принимают почти все телевизоры, электрические чайники, пылесосы, бытовую технику и электронику весом не более 20 килограммов. С виду хлам надели источники ценных ресурсов. И это одна из основных идей акции – переработать и использовать компоненты повторно. Это и ценные металлы, драгоценные, которые находятся в платах, которые необходимо извлечь. Но странно закопать в землю какой-то ресурс, если он у вас уже просто в руках. А вы потом отдельно будете его из земли выкапывать и может быть потом через 40 лет ископаете ту же свалку, на которой у вас эти телевизоры хранятся. Есть список и того, что волонтеры не принимают лампочки, медицинское оборудование, батарейки, аккумуляторы. За дальнейшую судьбу старой бытовой техники и электроники можно не переживать. Все оставленные вещи не только переработают, но и предварительно переберут на отдельные компоненты так, чтобы они не перемешались между собой и не навредили в дальнейшем окружающей среде. Отдельно пластик, стекло, всякие провода, да, все, что можно отделить, микросхемы все отделяют. И то, что опасно, отдельно увозят на переработку именно опасных металлов, таких как ртуть, например, в кинескопных телевизорах. Ее ни в коем случае нельзя выкидывать так же, как градусник. Акцию «Электровесна» проводят всего один день в Петербурге и Ленинградской области. В разных районах так, чтобы горожане могли выбрать удобную точку и сдать всю скопившуюся ненужную технику. Тех, кто очень хотел, но не успел сделать это сейчас, будут ждать через несколько месяцев уже на акции «Электроосень». Также в городе работают специальные пункты, которые принимают бытовую технику и электронику круглый год.